1 2 3 4 5 привет народ как слышно прием нормально на петличку сегодня звук будет все нормально и время ремонтировать ножи так эту камеру я поставил как в этом говорите как в старые добрые времена руси как в киоске с этой стороны в общем поехали в общем поехали записочка у нас а это не записочка это это накладная народ это не на ремонт оказывается нож это мой нож пришел в общем давайте покажу что вы понимали сразу вот так это выглядит нож райк 801 с.ф. стоимость его 1058 в украине 1058 риме скажите сколько это калькулятор есть у кого-то ну допустим сравнивать моего будем сегодня вес по не он 60 по моему 3 доллара стоил он так давайте вес по ним 63 доллара умножить на 28.2 . изменяюсь 3782 гривны вот сюда давайте на эту камеру 1782 гривны это 63 доллара а 1058 до по моему там было умножаем на 23 изменяюсь 28.3 это 20 ну короче 30 баксов даже нет в принципе по цене пока радует коробку я еще не открывал коробка вот так вот давайте посмотрим что же здесь у нас за райк все присылал а это а это а это в общем народ но упаковочка такая солидная вот так вот прям ну прям солидно то есть если на подарок брать но что то нормально ради тома реки вот так вот короче насколько я помню то вот это вот компания короче выкупила их ну или дочернее какое-то не предприятие лишь о в общем это ребята феникс чтобы вы понимали это американская компания которая делает свои ножи в китае то есть разрабатывать сидят специалисты их там планируют как как шо куда запустить в сша а само производство находится в китае поэтому феникс это бренд я бы сказал что номер 123 кто как считает по фонарям то есть в мировом рейтинге но я думаю что наверное да наверное где-то номер один ну кто-то может быть сдвинет на 2 это на третье место я вам скажу прикольно вот такой вот ножичек вот так вот он упакован вот так вот он лежит с этой с этим шильдиком шильдик нам не нужен поэтому мы его аккуратненько срежем ну а так вообще очень-очень ну я боялся чтобы он не был большим чтобы нож был на карман иди сишник такой давайте сравним сейчас супер просто смотрите чуть чуть больше чем не он чуть 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 больше длиннее клиночек это просто бомба народ не длиннее клиночек клинок один в один короче длиннее рукоятка получается смотрите клинок ставим режущую кромку режущую кромка ну вообще один в один вот по режущей кромки сравнивайте то есть длина режущей кромки одинаково на что радует смотрите это очень радует потому что ну вот здесь вот в него не у меня очень не радует обувь слишком толстый яблоко когда режешь он он его ломает он его колит реально поле а так-то в общем очень тоненький очень удобно в руке лежит единственный минус он тяжелый вот он тяжелый реально не понял что на подшипниках что ну походу сюда то есть полет такой что вроде на подшипнике сейчас мы его разберем посмотрим короче народ ну понятно да вот с этой стороны я думаю с этой стороны я думаю будет вам вообще все понятно чем вдохновлялись ребята которые рисовали нож ну вот голубая клипса голубой шпенек как он себе бенза в миниатюре просто мне нравится просто ну тяжелым реально тяжелый ну для таких габаритов я думал что он будет легкий вообще как пушинка я надеялся что материал рукоятки будет понимаете дать танк а здесь просто сталь какая-то в общем в общем нержавейка походу что просто ну реально он тяжелый а так вообще вообще огонь обувь просто миллиметра три если есть то это это бомба что есть лично мое мнение что для ножа для вот и десятичного ножичка обух там 44 с половиной это маразм просто это очень много так давайте промерим 352 зачем ну зачем ответьте мне китайцы ну китайцы понятно откуда вдохновлялись до с оригинального ножа ну вопрос тогда тому кто придумал вот такие ставить болванки на клинок народ 278 278 даже 3 миллиметра я давайте сейчас вот так вот обнуляем штаны и в самом толстом месте 282 ну и здесь чисто клин ровный клин и где-то видите да то есть на сужение идет как на крысе как на парамилле спуске от обуха спуске ровно сведен вообще нож бомба просто честное слово не ожидал народ сведение сведен вообще тонко 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 0 4 у меня сведение намерил я 0404 сведения ну для такого ложечка это просто огонь давайте проверим заводскую заточку бомба вопросов нет просто по заводской заточки вопросов нет листиками еще пригодится ну честно скажу нож очень-очень визуально даже вот посмотрите просто смотрится визуально просто огонь я конечно ну хотел бы вот точно такой же нож увидеть просто в титановом исполнении ну я скажу ребята если если кто-то из руководства этой компании а я я думаю что до руководства этой компании донесут мои пожелания я уже знаю что донесут ребята сделайте нож из титана вот просто рукоятку сделайте из титана облегчить ее грамм на кстати сколько он весит давайте посмотрим грамм на 30 облегчить и будет просто огонь так давайте мы сравниваем сегодня его с неоном не он весит 85 грамм по моему меня 83 с половиной ну вот так давайте об видите до 83 с половиной весил 85 или мне память уже подводит в общем народ 83 с половиной ну здесь здесь явно за 100 явно за 100 117 грамм 117 8 об 117.8 грубо говоря 118 грамм если бы они его сделали грамм 90 хотя бы это было бы просто огонь 85 конечно вообще 880 85 вот так вот ну вот идеальный вес для ножа я вам скажу просто бомба ну я им уже сколько сколько он у меня на кармане не знаю вот наверное больше до этого опять же был не он просто в другом исполнении с 35 вен до этого опять же был не он с d2 сталью то есть это уже третий не он у меня в кармане и грубо говоря это наверно уже года два или три вот просто версии меняются у меня в кармане ножа а модель ножа все та же сначала был белый потом был синий рукоятка и сейчас вот золотой золотым вот этим я уже пользуюсь наверно ну больше чем с полгода сто процентов ну короче все равно как ни крути три него у меня в кармане а вот этот нож я вам скажу очень очень неплох просто просто он уже намного давайте не он возьмем по рукоятке 11 6 11 6 миллиметра здесь у нас а 8 98 8 98 то есть он просто будет лежать на кармане ну я вот на этом кармане нашу шортах вот так просто смотрится клипса очень классно клипса такая вся давайте сейчас я включу на эту камеру клипса такая вся вроде как она лаком все залито очень качественно смотрится так знаете прям прям уж как на какой-то ручки паркер знаете вот так вот то есть смотрится действительно клипса огонь шпинки кольцо вот это голубое смотрится очень плохо но мне интересно что внутри на что внутри давайте же посмотрим мне почему-то кажется что ну реально на подшипнике он летает просто просто огонь в общем в общем в общем в общем что тут у нас 9 торкс 9 торкс 9 9 9 или 9 до 9 или 9 или 8 все-таки девяточки так и здесь у нас здесь у нас 8 нет ни 8 7 таки 7 посмотрим что здесь у нас шайбы либо отшипник зажат хорошо так вот я говорю себе за вдохновлялись пацаны себе за то есть все просто то есть вот так никаких шайт никаких подкладок вот вот просто что себе на за разбираешь подшипник и все ну был вам титановый этом ну вообще как бы ценами ему не было рассмотреть вот так вот выглядит но что-то потом выглядит подшипник смазка какая то есть давайте посмотрим что за смазка смазка какая-то вазелин технический видите да вазелин технический присутствует у нас ну я если честно немного не люблю такую смазку ну слишком густая консистенция я предпочитаю все таки более жидкие варианты вот так вот люблю это самая классная смазка для ножей на сегодняшний день из того что есть на рынке бенчмен молодцы разработали хорошую штуку и действительно она держится очень долго очень плохо вымывается даже если вы нож моете часто даже если вы нажмите здесь видно дальше вот такая вот какая-то густая смазка но она тоже будет плохо вымываться явно но вот как для транспортировки до чтобы нож доехал до вас то супер просто ну а вот дальше а вот дальше я бы нож по прибытию разобрал и смазала правильной смазкой это мое мнение можете иметь свое мнение абсолютно без проблем вот так вот заливаем подшипничек щелк щелк все становится на место нормально ну единственный минус два минуса первый минус это то что лайнеры у нас стальные это первый минус но второй минус вытекает из первого то что сухарика нет нет народ сухарика на фрейме видите да если блайнер был титановый то в любом случае пришлось бы ставить ребятам сухарь потому что титан будет закусывать титан со сталью не дружит поэтому нужно ставить сухой каленый сухарь по этой причине вот он здесь видите да вот он стоит сухарик видите ну видно его я надеюсь да то вот по этой причине если ребята исправят вот эти вот ну не исправят скажем тогда работаю до исправляет косяки обычно если ребята доработают вот эти моменты это будет просто песня собирается ну просто вот я же говорю что себе за 1 раз все разобралась раз раз все собралось так осевой был на красном фиксаторе резьбы я конечно шок из красного фиксатора видите до красного цвета камера фокус я надеюсь видно что красный все таки камера не хочет выкуситься мы конечно же поставим его на синий фиксатор посадим потому как красный это жестко красный фиксатор ну вообще это для не разъемных соединений это мы уже сажаем если раз и навсегда то вот тогда это красный нам же красный не нужен поэтому легонечко на синий вот эти винты по периметру да я вообще не сажаю на фиксатор их просто хорошенько зажимаю клипса народ не переставляется ну в принципе она в правильном месте стоит помните да на military тоже клипса не переставляется она стоит в правильном месте как считают разработчики нажаток здесь тоже самое клипса оригинально садится видите да на два винтика один из них держит банку второй из них просто придерживает лицу ну все красиво лаконично все грамотно клипса ну такая я скажу жесткость умеренная даже более чем средняя то есть жесткость больше чем средняя со временем она конечно же поняли да немножечко на кармане вы тащите но сейчас покажу фишку сейчас покажу фишку давайте так сначала фиксатор сначала фиксатор на носевой капли и посадим его вообще ну нож неплохой нож понравился нож очень неплохой народ по своему конструктиву форм-фактору ножичек понравился я попросил бы конечно сейчас давайте в конце вот прям прям озвучу свои мысли по этому поводу легонечко поджимаем клиночек стал по центру вот так вот давайте еще чуть даже сильнее подожму вот так вот выставляем клинь по центру все четенько ну летает вопросов у меня нет еще сверху как него так вот сюда на сам замочек на пяточку видите да как ну чтобы легче в зацепление входил и выходил замок сухарика нет у нас поэтому можно еще чуть-чуть даже капельку поджать чтоб люфт выбрать вообще все люфта нет нож зажатно смотрите раз раз подшипник делать свою работу все четенько в принципе народ претензии мои это ну как бы субъективные такие вещи конечно ребята сделали нож как они хотели а мои претензии какие они могут быть мои претензии мои пожелания если бы нож был а титановый бы имел сухарь все форм-фактор очень замечательно ну я бы еще сделал чуть чуть меньше чуть меньше вот этот вот флиппер плавничок его будет достаточно смотрите да вот здесь вот намного меньше видите да торчит хотя давайте померяем чтобы быть ну до конца уже объективными возвышается не торчит ладно сейчас тоже некоторая торчит русик что за слово такое но он торчит сверху 458 возвышается 441 не понял визуально он больше торчит 437 даже короче народ вот так вот обнуляем штангель ставим его вот здесь вот в самой высокой точке уперлись уперлись 438 не понял берем штангель по нулям берем самую ту же высокую точку упираемся вот так вот видите да упираемся вот раз уперлись 432 436 короче электронный штангель 444 короче возвышаются они как оказалось почти одинаково но визуально визуально вот вот здесь он как бы торчит немножко больше здесь за счет своего форм-фактора он ну поняли он лежит в другом положении немножко и как бы вроде чуть-чуть поменьше торчит выглядывает ну а так вообще огонь в руке лежит замечательно удобно прямо у меня не маленькая ладонь такая понимаете да и в руке он лежит достаточно таки удобно так и охота что-то прям построгать взять нет мне никакой чурки здесь ну прям прям пойду возьму пойдемте прям пойду возьму какой-то чурбан сейчас и построгаем какую-то доску давайте возьмем не это хорошая доска не охота бортишь вот так вот вот так вот ну прям ну прям вообще легко тонкий нож сам по себе но не надавливает то есть я думал что знаете вот здесь он в этом месте тонкий будет врезаться прям конкретно так нормально спокойно можно выстрогать осиновый кол для разведения костра по стали народ что здесь у нас только 14 c 28 н первый раз слышу если честно ну походу что какая-то нержавейка мне почему-то так кажется что какая-то нержавейка уколоть бы ее на твердометре и было вообще огонь так у нас здесь серийный номер есть я в шоке вот так вот серийный номер народ на ноже моделька и марка стали по рукоятки я к сожалению не знаю что за материал рукоятки ну давайте я ссылочку на официальный сайт поставлю посмотрите сами вот так вот заходит фрейм ну то есть на самое начало в этом отношении все четенько не так как у крысы крысу покупаешь вот реально кто купил новую крысу недавно и сейчас смотрит видео возьмите свой нож вот так шлепните его ну или там флипера нет там пальцем откройте хорошенько и посмотрите вот сюда у вас уже на середине а если вы вот вот так просто об стол придавите нож вот так или досточку какую-то или ну просто колбасу хорошую сыровяленную колбасу порежете у вас фрейм там лайнер уходит и упирается в другую сторону и уже открыть его когда вы уже ослабили то есть вы вот когда даете нагрузку на нож у вас лайнер уходит в другую сторону зажимается выпускаете нагрузку снимаете и пальцем потом отжать сложно очень это косяк крысы сколько людей об этом не говорили конкретно я каждое видео по ремонту крысы об этом говорю 0 вообще никто не реагирует ну то есть фидбэк нулевой если помните китайцы сделали нож ганзу короче я не помню название народ вот здесь вот ссылочка будет на видео мне пришел нож мне не понравился шпенек такой знаете почти к середине я просто взял на своем ноже и перенес шпенек поставил его в то место где мне было бы действительно удобно сделал видео и отправил на магазин в котором заказывал данный нож что вы думаете через полгода китайцы переделали нож шпенек поставили в то место куда я сделал себя то есть ну фидбэк вообще обалденный то есть видишь что действительно хорошее предложение видишь что действительно нож после этого будет лучше и больше продаваться то есть он понравится большему количеству людей потому что это ну реально это удобно это практично это это работает китайцы реагируют моментально то есть даже не полгода там месяца 4 прошло мне позвонились магазина руслан николаевич помните в этом видео делали правда вот китайцы переделали мы хотим его прислать посмотрите зацените я просто за голову взялся честное слово ребята напишите кто-то отправьте это видео а в райках или феникс и пускай они просто переделают вот вот ну пускай он дороже будет до 30 35 долларов до или 30 30 долларов 30 долларов это ну честно говоря оставьте эту модельку за 30 долларов но сделайте за 50 на титане я куплю за 50 долларов вот такой нож я куплю за 50 баксов супер просто ну он реально вот иди си помните да керш я не помню уже модельку ну тоже схожесть очень сильно кершау забейте в гугл не вспомню сейчас был у меня такой нож кершик очень обалденный но он слишком легкий там фактически нет лайнеров и они там тонкие как фольга но он вообще невесомый ну и сам клиночек очень короткий то есть чуть чуть короче а вот вот размер просто идеальный есть у меня или нет у меня линейка металлическая где наш на на измерительный прибор вот для примера давайте вот так вот так вот на эту камеру почти братья-близнецы да ну а если так честно положить руку на сердце и сказать какой более изящный такой более утонченный элегантный как по мне верхней хотя этот нож мне тоже очень нравится просто вот своим форм фактором просто он талисманщик просто ножичка но он видите раздутый слишком слишком широкий в кармане он чувствуется очень 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 когда ты уносишь кармане разница вы понимаете да в кармане будет какая хотя нож сам по себе очень тоже очень тоже классный так но тоже тот же косяк что лайнеры металлические и сухаря не ну хотя как бы нажму это не мешает ножом пользуюсь не часто но пользуюсь и как бы ну не сдвинулся он никуда все нормально это у меня была металлическая слесарная линейка под рукой и просто она куда-то пропала вот она вот она попробую теперь достать оттуда так вот это х народ с весом ножа мы определились да так 80 если считать по рукоятке то 86 миллиметров клинок ну если кто помнит то до 90 миллиметров до 90 миллиметров если у вас клинок то нож по ттх уже никак нельзя приписать даже насильственным образом нельзя его приписать категорию холодного оружия понимаете да то есть нож холодным оружием не является даже можно с собой сертификат не носить то есть это абсолютно легально вот этот нож вот этот нож то есть просто 90 миллиметров у нас нет все уже нож не кого них его сто процентов то есть вам никто не не прищет что вы ходите там с холодным оружием так 86 дальше рукоятка у нас 111 112 113 давайте поточнее возьму вот так вот 113 миллиметров рукоятка ну и толщина я уже говорил да толщина обнуляем ну вот сейчас 8 8 8 8 короче три восьмерки ножичек честно скажу очень понравился ну вот в сложенном состоянии просто смотришь вот так вот 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 так вот смотришь просто себе за да просто себя за очень схож подшипник работает без проблем абсолютно без каких-либо нареканий все четенько шпинек не мешает шпинек максимально задвинут в сторону рукоятки то есть не ограничивает рез у вас знаете как ну вот на том на же что я говорил ганза там 714 не помню по моему да то там шпинек был вот вот так вот посредине почти клинка и начинаешь ездить хлеб упираешься спинку начинаешь ездить колбасу упираешься спинку начинаешь что-то строгать упираешься спинку он мешал реально его взял и перенес то здесь нет шпинек не мешает он задвинут туда куда надо ну и в принципе в принципе если честно то его еще можно было бы дальше задвинуть смотрите как живут кошка собаками пусть каймусь а в общем народ ну честно скажу можно перенести еще шпинек ближе но ненамного даже нет не получится принести он в максимальном уже удаление видите да вот здесь он будет упер с этой стороны вот выемка под палец она позволяет спинек принести еще дальше сюда вот в это место до позволяет а с этой стороны уже нет потому что будет упираться вот здесь вот не получится перенести его дальше вот в открытом состоянии да есть куда стремиться там еще два миллиметра так где два миллиметра 4 еще есть ближе сюда а вот закрываешь и все и он уже уперся фактически видите да вот здесь то есть принести уже дальше не получится максимально его задвинули ну вот 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 такие мои впечатления нож просто супер сведение просто огонь просто огонь потому что ну последний раз нож я доставал 065 сведения перед этим нож с китая какой-то заказывал 060 ну понимаете 6 десяток то есть 66 65 70 0706 вот так вот здесь 04 просто огонь то есть нож резачок в обухе не толстый люфтов никаких нет длины клинка ну для вот таких вот задач даже я думаю что для кухни для выездной какой-то кухни на природе просто порезать помидорчики огурчики покрошить на салат разделать мясо на шашлык шею свину абсолютно без проблем он справится ну и народ что хочу сказать что этот нож торжественно вот садится вот сюда вот на карман и ближайшие я думаю что полгода его место будет именно там потому как ну визуально он мне нравится даже больше чем вот это здесь форм-фактор видите да немножко другой клинка ну мне в данном случае вот этот больше нравится клинок нежели вот этот хотя они фактически так вот немножко схожи да но здесь вот видите да так вот этот горбик он смещен вот сюда видите да тут его нет а вот здесь он есть присутствует это придает более ну что ли агрессивности клинку и вот это вот насечка что здесь есть это очень классно что она именно на вот на грубу скажем так на вершине горба то есть мы упираемся пальцами все он дальше не едет здесь насечка она тоже есть менее выражена но она на ровном месте видите да вот дальше ушел сюда если бурку здесь был бы а здесь ровная плоскость было бы намного как по мне интереснее ну и по обуху народ еще раз давайте покажу по уху они просто у разница видите да ровно то есть чем тоньше нож тем более резучий он будет тем тем более удобно с ним работать то есть я буду резать яблоко а не колоть вот я каждый день утро у меня начинается с того что я иду с собакой гулять у меня нож всегда в кармане и дух собака гулять пока собака гуляет я со своего садика вот у меня там в палисаднике яблоки вот такие вот я беру яблоко и кушаю его как арбузна эти ски бачками такими режу его но проблема в том что слишком широкий обухот у него на и я колю вот первый раз когда уже второй третий когда загоняешь уже яблоко разрезано более-менее нормально режет но первый раз вот когда ты загоняешь его то получается что реже яблоко знаете лопает рэпа и по-украински то были вот яблоко лопает вот вот я думаю вот миллиметр с лишним они убрали и лопать теперь яблоко не будет в принципе мы это можем проверить уже завтра с утра ну а на сегодня все народ давайте пока пока увидимся а а